эфира коррекция ногтей с укреплением эйсбэйс и еще будем использовать блестки наши блестяшки из коллекции magic spells не знаю возможно что-то яркое возьму такое синее а возможно нет посмотрим короче все будет уже идти по ходу дела потому что мне еще нравится очень-очень такой раз золотой тоже из magic spells сейчас я вот так увеличу хорошо видно было вот по качеству надеюсь все хорошо видно понятно если есть какие-то технические сбои потому что очень долго пыталась зайти к вам топки все поехали нам сначала нужно снять покрытие с этого ноготочка мы это будем делать твс к я очень люблю работать твс кай твс это твердосплавная фреза кукуруза очень-очень классно фреза я очень сильно люблю почему потому что кстати на ярко еще очень потому что ее хватает надолго это очень удобно то есть я фрезой ты могу работать в целом там и полгода когда он забита даже запись было сейчас я не работаю с клиентом но раньше когда работала я фрезой работала полгода прям вот спокойно не переживаю о том что она у меня затупилась я уже сняла такой привет 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 все солнышки я когда вас вижу мне прям становится легче все это тяжело было зайти и так еще раз снимаем покрытие фрезой твердосплав у меня там сейчас клевия стоит и правильно снимать прямыми ровными движениями иногда вот такие прерывистыми если где-то надо проработать но вот так вот снимать нельзя поэтому аккуратно вот таким образом по шагу спускаемся медленно не спишем никуда напомним я на ручках гель для этой ноготочки да спасибо я этот комментарий ждала но они это все ради вас для того чтобы вы видели знали понимали поэтому поэтому для того чтобы мои ногти хотя бы это делали приносили себя в жертву ради благого дела задавайте вопросы и тогда эфир будет мега бомбически потому что я очень люблю отвечать на вопросы помогать мастерам поэтому задавайте вопросы видите очень медленно аккуратно прорабатываю зону кутикулы потому что там материала мало ну что ногти конечно не первой сервисе ну как говорится эфиры требуют жертв поэтому задавайте вопрос на любые вопросы буду отвечать до конца я снимать не буду наверно жены пластиком запахло если запахло пластиком значит у вас выдасты дом гелевых ногтей называется такой знаете индикатор вас нос ваш индикатор давайте так вот чего говорите то и делаем квадрат или овал квадрат или овал школа эми это это да это супер-супер школа очень грамотные педагоги которые дают информацию вот по максимуму вот по максимуму ничего не утаивает от учеников квадрат давайте еще два ответа вот а потом уже а я пока будут протирать периодически подскажите пожалуйста где купить такую фрезу или какую фрезу можно мячку если есть пропил смотрите сейчас я еще раз нажму посмотреть где часто пропилы борозы от фрезы во первых для того чтобы кристина не было пропилов и бороз от фрезы вот я вначале до рассказывал мы работаем точечными движениями то есть мы точно приложились зафиксировались видите пальцем зафиксировалась а также когда клиентам мы берем палец клиента где мой мой лариса девочка вот ее точно жалко тогда вы берете палец клиента вы тоже упирайтесь в свою руку да вы выберете указательным пальцем упирайтесь тогда у вас не будет слабости в руке в ваша ручка аппарата она тяжелая и вы сможете полноценно снимать упираясь себе в палец в клиента кто-то упирается то есть смотрите сами вот то есть должен быть важный упор и правильные движения сверху вниз сверху вниз начинаем от где-то середины ногтевой пластины чуть выше прошлись зашли к латеральным валиком это нас латеральные валики аккуратно носиком проработали перевернули но это я свою руку да вот таким образом проработали тоже сверху вниз а потом уже полукругом прорабатываем зону кутикулу никакого давления фреза должна снимать на легке посмотрите я немного придавила видите что у нас получается вот так снимать нельзя но мне свои ногти не сильно жалко поэтому ну на мои не смотрим потому что тут трындец полнейший вот по-другому никак так еще какой-то вопросик был в чем все-таки уникальность или ван из его ангеля перед другими гелями компании смотрите уникальности какого-либо геля сказать что вот гель уникален но нельзя почему сейчас объясню я говорю со своей точки зрения это может не совпасть свои с вашим мнением или сменим других экспертов но я человек 15 лет в ногтевой сфере и скажу вам свои то как он сказать правильно я когда брала клиентов я всегда мониторила их полностью то есть у меня был блокнот что я им советую делать я писала кристина например м ногти такие то вот это хорошо держится вот это плохо держится и так далее и вы не поверите когда я работала мастером полноценно когда у меня была там запись там 50 60 человек больше не могла брать потому что трое детей я работала разными материалами у меня были базы у меня были гели у меня были акригели сейчас они у меня тоже есть просто единственный работа с клиентами и я всегда подбирала материал индивидуально каждому клиенту понимаете это это вот залог вашего успеха хотите быть мега супер-пупер крутыми мастерами имейте в своем арсенале все виды материала и обязательно эти материалы используют индивидуально каждому клиенту из его на фазгель практически одно и то же это однофазная система но однофазная система она тоже коварная система она с одной стороны классно стоит на всех ногтях как бы кажется да но с другой стороны очень часто люди совершают ошибку и думают что это однофазник берут и фигачит подложку конечно будет отслойка потому что отгези то низкая нету стопроцентной отгези тут максимум там 60 70 80 тут еще важно от того насколько влажные ногти да но монофаз это тот материал который стоит практически у всех клиентов да ну грубо говоря скажем так то есть вы в любом случае можете использовать этот материал для того чтобы обезопасить себя если вы понимаете что ваш клиент не ходит который у вас которым проще работать делаю себе вот сейчас расскажу вот если мы говорим про монофаз или и диван это однофазники да то есть и главное не совершать ошибку то есть мы с любым однофазником запишите пожалуйста где нибудь работа в трехфазной системе то есть база гель топ или там подложка там что у нас супербонт гель топ то есть по-любому работа в трехфазной системе но просто однофазник он дает большую гарантию того что ваши ногти у вашего клиента который постоянно приходит к вам с ослоги мы возле кутику 100 процентов будут ходить с этим материалом понимаете почему меня спрашивают тоже сразу отличный вопрос почему однофазники идут целя прозрачный потому что пигмент в материале снижает адгезию то есть сцепкость ниже и естественно такие материалы они снижают сцепкой поэтому сказать что он какой-то уникальный нет он уникальный для марины понимаете для клиента марины он уникален для клиента там кати да но возможно он не подойдет там вали возможно не подойдет маши да потому что маша на маша стоят вот эти базы понимаете о чем я говорю то есть уникальность как таковой нет есть просто правильное использование любых материалов и там где нужно то есть вот понимаете что здесь надо вот этот материал вы берете и делаете по поводу фрезы да по-моему вы спрашивали по поводу фрезы заказать можно эми верхнее подчеркивание shop.ru или потом девочки оставить ссылку фреза вот это шикарно для того чтобы фрезой не пропиливать помимо правильных движений возьмите не твердосплав а возьмите керамику керамика она более щадящая у нее меньше она она не такая острая скажем так все-таки это керамика да вы кстати вы снимаете керамикой да не сравните с керамическими ножами вот но она более мягко снимает скажем так и на ней легче учиться и я показывала упражнение такое очень хорошие у себя в инсте возможно вы подписаны видели возможно нет возьмите типс и сначала проработайте на типсе вот возьмите на типсе нанесите прямо первым слоем красный цвет а потом уже база гель топ и снимайте как только вы пропилили красный это прям ваш стоп-сигнал значит все трындец дорсальный слой сняли а там может уже и сняли до ногтевого ложа там надо разобраться поэтому на работайте аккуратно и выбирайте вот вот эти фрезы твердосплав а еще знаете очень хороший совет вам дам не работайте сильно на больших оборотах вот прям не на максималку потому что тяжело контролировать ручку фрезы потому что страх появляется сигарет надо работать на максимуме да на максимум нужно работать но преобладает страх человек впадает паническое состояние потому что мы когда уже мастера нам уже сто лет у нас происходит профессиональная деформация мы уже нам кажется блин ну это же легко я умею все умеют а на самом деле многим даже тяжело держать эту ручку она реально тяжело вот и вот вспомните вот мастера опытные себя в начале до пути когда убрали эту ручку думали боже ну как удержать рука отваливалась просто буквально болела вся предплечье болела да вот потому что тяжело было держать поэтому надо ну вот эти две фрезы я вам рекомендую если уже опытный мастер берите твердосплав он офигенно справляться со всеми своим задачами я только им снимаю но у меня есть и керамика который тоже я работаю так про гель интересный случай хочется гель с которым проще работать пока дело только себе смотрите если вы себе делаете возьмите в бутылочках есть нас монофаз например бутылки вот вам возможно будет удобнее выкладывать возьмите поработать и база опять-таки вам нужно понять каким материалом вам удобнее всего работать по-другому никак то есть вы должны найти свой материал вот тоже тот самый клиент которому нужен индивидуальный подход вот понимаете по-другому никак сейчас я протрую телефон и это налетела вот индивидуальный подход ко всем даже к себе вы должны на себе кстати легче всего проследить что как хорошо стоит и в какой технике да болела вот 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 отваливалась да вроде бы ничего такого не делал как это тяжелее ручки ничего не поднимал но но болела очень сильно поэтому тут вот так вот так так что мы тут делаем я не хочу маникюр у меня уже просто я него докасываться просто так до кутикулы поэтому знаете что сделано же есть шикарное средство на альбом где это наша бомба наша бомбочка берем на альбом люблю вас того а я вас спасибо большое мне очень приятно поэтому говорю задавайте вопрос видите как интересно сразу раз и раскрыли много много тем и вы стали знать чуть чуть больше потому что я уверена что вы так знали очень-очень много вот не наносим на альбом и ждем чудо что кутикула сама покинет наши пальцы да вот такое было я долго ждать не люблю женщина быстро поэтому мы таким образом сейчас проработаем очень хорошо размягчать почему на альбом почему не кутикулу римовер да кутикул римовер римовер тоже очень классная штука то есть нельзя сказать вот опять-таки да мы не можем говорить вот кутикулу римовер мы теперь убираем и теперь пользуемся только на альбом нет то есть вы должны понимать какой ситуации что лучше всего наносить этот конечно хорошо увлажнять я вообще люблю наносить на альбом в конце процедуры тощик а потому что он секутикуль римовер немного высушивает кожу да естественно потому что щелочи которые убирают кутикулу на растворять какой-то мере немного вот то вот именно на альбом он увлажняет поэтому эффект такой приятненький получается уже красиво до сих пор больно чисточка видите хотя здесь смотрите ничем не попошилась меня там не было достаточно хорошо для этого эфира я думаю подойдет вот и сейчас будем обезжиривать смотрите сейчас бафиком пройдусь вне камеры чтобы опять не протирать камеру хорошо сейчас пыль опять налетит туда прям что такое nail bomb nail bomb анечка это препарат который вот он вот так вот выглядит очень крутая штука с алоэ это что-то типа кутикул римовера плюс масло скажем так потому что он не высушивает но очень хорошо убирает кутикул вот и и в конце наносите проходите шариком или проходитесь силиконовой фрезой и все просто супер получается вот это все что связано с этим вопросом поэтому давайте еще вопросики и едем дальше так квадрат да вы захотели что-то все все хотят квадрат может вы не хотите квадрат или хотите сильно квадрат сильно хотите квадрат 3 давайте пишите какую форму делаем и мы делаем не в принципе без разницы главное чтобы вам было удобно смотреть просто быстренько напишите первые два ответа и тело квадрата ё-моё-моё так все готово и ножницы обычно я не хочу полины перейти хочется на на пили подарите мне ножницы у меня рядом с моим кабинетом находится магазин панцелярии вы не представляете тут вообще вечно хожу и вечно теряете ножницы почему-то именно ножницы я всегда теряю а и пинцет подобраться фрезой снимать не хотела пыли честно потому что это пыль она потом конечно не пыталась не заканчивается хотите протирать камеру ну давайте конечно квадрат будет у нас интересный но от того и интересный нужно то есть давайте делаем инстаграм квадрат который модный острый ну а типа уже все можно идти домой пусть будет так так значит так что поделать работать дальше кстати то очень быстро вариант дизайна смотрите себе мы тут не пиливаем мы будем еще пиливать потом просто чуть-чуть это приведем в состоянии обезжириваем эту красоту вот и обезжириваем обезжириваем и начинаем работать наносим ультрабонд ультрабонд дает ту самую сцепку с материалом очень-очень хорошее средство не всегда нужно наносить эту кутилку иногда может нанести на торец если у вашего клиента или у вас очень сухие руки и ногти точнее потому что у нас бывает такое комбинированный тип дороге сухие а ногти влажные пропитанные смотрите мы тут сильно на офисе с пока не обращаем потому что будет лежать материал мы еще попилим немного скажем так потом база это вот тут классика вы знаете вот эту плачку вы должны уметь делать это классическая база а потом уже будьте экспериментировать как вам лучше да по пальцам прям по кутикуле попасть и так наносить пишите не просто 30 секунд выше не любите когда у вас стекло столбе 30 секунд сушим и берем замес замес можно сделать самим если у вас есть блестки они вас по-любому есть какие-нибудь какие найдете вообще любые и чтобы это было красиво насыщенно лучше добавить еще что-то тем не посмотрите сейчас мы чуть вот если мы берем золото и можно взять что-то яркое желтенький ну как как вариант тогда тогда мы можем сделать так мы можем превзять этот избавить давайте так и сделано вот этот и пройтись и как просто через кисть такую тяжелую будет делать поэтому сейчас возьмем и пройдемся как цветнику если после трех недель идет от слойки от кутикулу или лаки использовала это норма но вообще от слойки как бы это не норма на на третьей неделе честно скажу я не буду говорить что это вот классно да вообще супер нет на самом деле желательно чтоб их не было вот значит что-то там где-то происходит возможно вашего клиента очень большая нагрузка идет не нагрузка извините работа с водой там найти вот часто это или возможно неправильно обработали не подготовили правильные ноготочки процедуре так стать очень часто и самое мне кажется часто смотрите мы наносим сначала я здесь немного усиливаю до зону кутикулу чтобы не спиливать потому что право ногти уже на лаган дышат они уже просто скоро покинуть вот чтобы этого не было мы нанесем такой хорошенький слой на зону кутикул сначала мы наносим потому что они какие-то заводим работать лучше вот в этой технике ничего никуда не затекала и давайте возьмем magic space наверно все-таки золото да я что-то на душу запала золотишко набираем я кисть омбра и берем жирненько и выкладываем на зону кутикулы на зону кутикулы выложили и стараемся сделать так чтобы было насыщено то есть не не две-три штучки чтоб тут болтыхались до возле кутикулы прямо так нормально знаете чем еще сделаем смотрите чтобы это было максимально красиво сейчас вот так вот сделаю сейчас забудем то что я сделала сейчас мы берем у нас же есть из коллекции под гипнозом офигенный золотой просто шикарный номер 400 по цвету да похож на неоновый желтый но давно много мы сейчас добавим вот этой штучки сейчас будет все просто супер пупер почему но не сильно много наносим конечно почему-то зону кутикул очень удобно работать в зоне кутикул с блестками они нивелируют вообще все 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 аккуратно работать они никуда не затекают это очень удобно это очень комфортно вот надеюсь вам хорошо видно сушим потому что следующий материал и жидкие и дайсик он был бы густой не густой зима был бы сухой там его взяли с положили мы прямо на непросушенную на непросушенные блестки тоже чуть-чуть сушу этого достаточно берем 30 секунд вот прям достаточная для эфира и сушу меньше конечно потому что время с времени так много до скажем вот теперь мы уже выкладываем и смотрите тогда проплешинки которые у нас появляются чтобы это было не сильно много не будут уже приятные аккуратные этот дизайн уже не за наверно вот точно не отпускает мастеров и клиентов может чуть меньше просто находят разные способы уже выполнение скажем так сушу мне кажется он плохо видно или мне это кажется сушим и теперь нам нужно понять чем мы будем выравнивать это может быть молочная база это может быть это может быть молочка это может быть цветная база если мы взяли например желтый можно ему пару поставить зеленый или молочку поэтому пишите сами какой будем использовать или этот или белый 06 тоже эйсбэйс белый или можно взять гель белый лучше конечно попробовать пока вы пишете смотрите что мы делаем и вот тут мы должны сейчас выложить немного прозрачного материала это может быть гель из его выложим вопросов он тут оказался прям вообще как будто так и надо было до значит вот этой кистью возьму линеаркой и заполню здесь зону кутику вы пока пишите мы работаем зеленым или молочком 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 смотрится дорого зеленым смотрится эффектно из бы то это и тот и тот и спать просто молочка или зеленым идем задаем вопросы включая вас немного в наш процесс пишите пока я протру венера привет солнышко например знакомые лица зеленый зеленый нас вот такой нежный нежный опять долго конечно не сушим и начинаем уже серединочки потому что там то у нас уже укрепление есть есть волос нет лично откуда-то непонятно откуда берется нанесли чуть-чуть чуть-чуть по знакомому голосе вас в тик токе часто смотрел или на пазил большая она же мы голос узнают это этого все это в рабочей знаменитости тип тупая любовь скучат тик токи атмосфера просто так и берем кисть линеарку обязательно и протягиваем немного наверх вот так мы утекаем но это не страшно переворачиваем и центруем где мы там господи я не вижу потом покажу еще кое-что если не получилось потому что бывают ситуации сушим когда не получается когда вы делаете 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 как это ерунда получается ну там именно в зоне где у нас блесточки покажу чем можно сделать а пока сушим а пока задаем вопросы так вы же любите картинку потом не написали весь эфир смотрели на белый лист тут сушить я буду минуту еще от 30 путью вот пока спрашивать просмотрим может что-то я пропустила по цвету смотришь вроде как неонного эйсбэйс прозрачный плотный эйсбэйс а вы сейчас посмотрите он достаточно прозрачный ой плотный достаточно прозрачный не там плотный но для многих дизайна подходит идеально я высушила тебя вот здесь выслушала и выслушала и высушила надеюсь так берете с гелями разговариваю слушаю их их истории дорогой дневник профессия такая тут хочешь не хочешь и с гелями заговоришь и с кем угодно смотрим у нас прямая линия должно быть во время опила и пробуем опилить сначала пробую а потом смотрим возможно нужно доложить вы дома так работаете нет девчонки я приехала приехала переехала теперь в кабинет снимаю лечу к вам за 30 километров чтобы провести эфир так можно из ультрабонт на всю пустыню да конечно можно нужно сначала торец потом в рифмош хотелось показать мне нельзя тут такое говорить сначала торец запилил чтобы много пилон на человека похож но не совсем попробую так куда пальцы кривые дам ровно не пойму все сдалека посмотрим я прям созрением еще немного начинаете и зону кутику с ним поработаем проработаем там тоже мало материала вообще-то мои пальчики нужно нужен психолог мне кажется и сбоку проработаем немного видите как хорошо кстати опиливаться и избавиться спасибо что написали что ровно даже если не ровно всегда пишите мне ровно а то я так могу допилить до дорсального слоя точно я могу все подвигаемся поближе вот посмотрю не за получается и что мы будем дальше делать и теперь хитрость мы берем опять наши блестки блестки собираем так кучу и немного проходимся тоненько чтобы они немного вот так вниз освежаем скажем так чтобы если вам пришлось пилить например да потом уже было вот это все таким образом исправить вот и сейчас еще кое-что покажу что делаю суши я беру опять 400 ей лак номер 400 вот и беру очень мало а вот у нас выложена на нашу палитру блестки magic spales вот прям беру вот дается вот помешок они были как как кто у нас витражи полупрозрачный да вот так сверху немного прохожусь сейчас покажу что я потом делаю это такие лайфхаки показываю чтобы потом дома делали вот так вот ручка дело ну не сама ручка а перчатка то есть все лишнее убирается именно с пайеток а вот внутри остается наш пайетки шанс на высоте на возвышенности скажем так все суши проходимся еще раз так я сделаю тоже тоненько и тогда все у вас будет гладко наши не всегда получаться сделать все выложить ровно да очень круто спасибо большое поэтому я вам всегда мне недавно писали типа не подготовлено не идеально что-то типа такого смотрите я тот мастер пока я вам выхожу до эми эфиры я надеюсь долго это будет ну кто его знает да как будет но я тут мастер которому может вам показать ошибки и тут же помочь вам их исправить понимаете себя к вам буду выходить и показать как все идеально вот это какающие зефирками единорожки понимаете но потом вы столкнетесь и напишите мне табуином ты могла предупредить что ну если вот проблемы возникли можно выйти вот так вот так и ситуация что поступара не было с клиентами что вот так вот сделали да потому что вы всегда видите итог красивую картинку а как к этой красивой картинке пришли вам никто не показывает если это видео то можно смонтировать и все косяки можно убрать я вам кстати скоро видео покажу где я делала себе выкладной френчи там столько косяков прям косяки все расскажу чтоб вы понимали чего делать не нужно как избежать этого всего поэтому лучше так себе сейчас покажу как все идеалите а потом вы сделаете и будьте мигаетет и то еще конечно крыса все красиво показала все суши в лампе 3 секунды этого достаточно потом уже так сейчас прочитаю где-то 1 по ходу сообщения потерялась потому что лишь только последний или так можно ли не опиливать можно конечно не опиливать смотрите можно не опиливать но квадратные ногти не опиливать сложно потому что там все-таки архитектура если их не опиливать они будут я поэтому себя выкладываю небрежно потому что их любом случае нужно пилить у квадрата есть стенки параллели которую нужно красиво вывести всех не крайне некрасиво вывести то это будет ужас честное слова то будут пирожки некрасиво поэтому конечно пилить желательно необязательно если вы выложили вам нравится ваш квадрат если мы сейчас делали овал то я вообще ничего конечно же я там выложила все красиво сразу изначально и все было бы отлично потому что у овала не такая архитектура как у квадрата квадрата архитектура сложнее поэтому конечно чтобы он был квадратный мы квадрат как опиливаем кто знает квадрат опиливаем то есть мы зрительно этот квадрат делим до на три части и каждую из частей от прям на 3 части делите и сначала бы как бы и валюки ул боковые возле лутеральных валиков вы это делаете потом вы это делаете спереди да то есть на переднюю поверхность вы начинаете опиливать то есть в любом случае есть система опиливание скажем так вот и сейчас мы возьмем еще пройдемся внизу внутреннюю часть часть пройдем и все можно сделать еще идеальнее но в рамках эфира это будет очень много времени занимать поэтому сушить до конца не буду потом переворачиваем можно вот таким обранным видит толщину это нужно брать и все и под конец еще немного опиливаем как торец и потом доделываем но это инстаграм вот это сейчас модный да я вам показываю модный вот этот вариант сейчас очень-очень все делают все торец подождите посмотрю ровный или нет главное чтобы торец сейчас был ровный керамику или алмазную ветер бери то что влазит ведь это можно сказать то что влезет то и бери потому что много теперь у меня коротки свободный край опиливаем да когда у нас топ уже лежит хочется просто сделать идеально я просто немного сейчас плохо вижу все профессионально это мне надо издалека смотреть а штатив близко и хочется показать максимально красивых вариант которые уже максимально красиво скажем то я пока сушу и протру тут на столе а вы пока пишите если еще есть пусики все и 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 такой результат у нас получился я не знаю как он даже правильно показать потому что вживую выглядеть немного по-другому на камеру почему-то чуть-чуть шире кажется мне вообще ногти очень широкий вот так вот нежно-нежно можно сюда чуть-чуть причмокать ну конечно сейчас если мы много чего налепим то будет немного некрасиво знаете почему потому что будет дизайн увеличивать да немного но мы налепим красоту и не будем перекрывать потому что такой дизайн на смотрите что он у меня хочет вот так вот он хочет чтобы был сам просит менять тел вот так смотрите как красиво сразу об до преображение прошу же скуршу весна то есть это прекрасно что угодно цвета подходит все сейчас еще перекрою еще больше будет блинчиков поэтому перекладки не будем больше вот потому что снимать все равно буду вопросы есть спасибо пользуемся этой фирмы интересно посмотри прямые эфиры кстати можно спросить посоветоваться красивый у вас дизайн посоветоваться конечно можно пишите пишите любые вопросы я буду отвечать на ваш вопрос пока покажу вам сбыть супер спасибо спасибо большое спасибо я была рада быть полезны давайте покажу magic spells знаете очень-очень красиво правда от макро спасибо большое спасибо вам большое тоже сейчас я посмотрю куда втыкаю макро на смотрите magic spells вот пока напишите какой еще вопрос нас интересует это золото у меня этому набору очень-очень много лет поэтому меня не все цвета конечно есть синий есть тоже был гены остальные закончились честно скажу еще был типа черный серебро синий видят мне мало уже осталось всего уже на донышке прям на донышке розовенький тут был синий вот этот вот бордовый вот он такое знаете ягодные даже сказал не бордовым ягодный потом в наборе идет там набор из шести оттенков шесть штук они от таких маленьких пяти миллилитровых не пишите внимание пожалуйста правда вот как вышла эта коллекция я тогда купила это было года два назад поэтому слава богу что мы вообще в наличии есть вот смотрите там что у нас синий бордовый красный это такой знаете он не серебро а больше черное такое серебро золото и розовый очень классно темп этой технике очень хорошо подходит так по моему вопросы закончились спасибо большое вам спасибо большое то что были со мной оттенок так недавно взяла этот оттенок не пробовала еще классные 10 считать да да очень-очень будет красиво поэтому попробуй можно добавить отдельно сухие можем такие добавить еще сухие поэтому как вариант уже поэкспериментировать установить коротенькие поэтому много чувствовать как бы смысла нет все всех обняла спасибо большое всем за то что были сегодня на эфире все всем пока пока